ну а как это здесь что-то у меня одно с другими склеивается вы же собираетесь уезжать я так понимаю что с дочкой давайте мы сейчас не будем на эту тему говорить отъездов я бы очень хотел чтобы мой ребенок если скажу обтекаемое я бы очень хотел бы чтобы мой ребенок вместе со мной бы уехал я очень хочу чтобы мой ребенок жил в европе по ряду причин не будем сейчас делать акценты какие-то ну так мне хочется скажем как-то не это просто не касается это что у него происходит происходит у него пускай он там будет просто ко мне лезьте с этим пожалуйста а когда ты в школе училась в москве вот тебя дразнили на эту тему вот расскажи это же буллинг был наверняка какой-то прям то что жесткий какой-то буллинг то что у меня вся школа чморила нет такого не было у меня было много друзей просто были индивидуумы которые там не знаю кидали в меня пеналы пели мне какие-то песни странные по типу я люблю собак всегда готов то есть дразнили так я даже дралась там с кем-то если скажем я не знаю я была наверно в классе во втором я была маленькая и мальчик ну по сравнению со мной там ему 14 лет он был очень большим для меня и он что-то начал оскорблять моего папу на улице причем это было не в школе вот у нас какое-то мероприятие будем все вместе вышли он начал меня оскорблять меня моего папу он разворачивается ко мне спиной и я со всей силы его толкаем падает после чего он разворачивать это было зимой и кидают меня в такую канаву где лед там как бы вода текла а там лед и он мне в нее кидает я падаю спиной я выползаю обратно ему там что-то я пытаюсь на него напасть на в итоге нас поэтому разняли вот такие какие-то глупости детские вот в тот момент когда тебя дразнили ты конечно эту песню пели про собаку вот у тебя вот момент не было блин какой-то злости на папу же почему он тебя ставит в такую ситуацию я не злилась на папу я злилась на людей за то что я сейчас уже понимаю то что никто просто не хочет в этом разбираться просто кинули инфоповод и люди начинают его разгонять и правда это или неправда никого не интересует а это дети дети злые на самом деле и просто им было весело поэтому но тогда я злилась на детей наверное на их родители потому что в любом случае там я точно уверена что какие-то родители моих одноклассников их поднаусиковали то что со мной лучше не общаться вот так могли ты думаешь говорить им на я знаю что то говорить это было же обидно на ночь обидно этого что-то несправедливо потому что я ничего не сделаю я не ну то есть я здесь не причастны никак поэтому скажи честно ты видела эти видео реальные интернете порнографического свойства я видела отрывки потому что мне их прислали в директ якобы посмотри вот так чтобы я села и полностью смотрела видео не это не все я просто видел какие-то моменты что ты почувствовала ну там же есть еще не обязательно есть видео где папа там женском белье просто гуляет еще что-то честно я была маленькой день не особо помню но наверное мне было неприятно и я не совсем понимала ну может быть я думал что это в какие-то моменты фейк ну там собакой понятное дело я по сразу поняла что этого не может быть и как бы это неправда я там даже не пыталась углубиться эти видео ну я уже понимала что они уже утекли в сеть с этим ничего не поделать и ладно есть и есть я на них не смотрю ты смотрела интервью у гордона папе да какой у тебя от него впечатление от гордона или от папы в интервью гордон это так плохо выглядит но то что он так откровенен на некоторые темы там тебя это смущало не смущал вот если бы он спросил твоего совета дочь стоит ли мне вот так это все мы сейчас сказал я вас слушала вот мне иногда кажется что он должен быть чуть-чуть по сдержанию не потому что мне там стыдно не потому что это как-то неприятно просто я считаю что когда это тебя слушают другие люди причем в большом количестве им надо доступно предподносить информацию более корректно он это все на эмоциях ну-ка грубо говоря как она есть и меня не раздражает а что-то ему сказал пустое здоровье теле можно было не так все это грязно говорить можно было поаккуратнее люди не все понимают и воспринимают такую такого рода информацию а ты ее воспринимаешь или нет ну как бы то есть ты относишься к тем людям которые посмотрев если бы это был не твой папа абстрактный мужчина вася иванов ты бы посмотрел такой трескова фу ну вот зачем он так говорит или ты ты это понимаешь наверное я бы сказала то что если вот прям такими же словами мне было неприятно слушать ну просто звучит не он приметит кота как есть и звучит не очень ну то что не было стыдно за этого человека у меня вызывал какие-то негативные эмоции наверное нет не мне просто все равно это что происходит в жизни других людей вообще скажу как хотят ты в начале нашего разговора сказала что многие твою папу не понимают а чтобы это хотела чтобы люди поняли про хуйю папу не то чтобы прапо поняли в принципе это чтобы сейчас и так læдет не то чтобы про папу поняли и не то чтобы поняли просто приели наверное вообще в целом то что у каждого есть своя жизнь каждому каждым свои интересы. Каждый занимается тем, что он хочет делать. И вас это не касается. Отпустите. Зачем вы это мусолите? Зачем вы это пытаетесь как-то, я не знаю, как будто бы, не знаю, это ваш отец, это ваш сват, я не знаю, там еще кто-нибудь. Ну, какая разница вообще? Отпустите, ну, пройдите мимо. А ты папу понимаешь? В плане чего? В плане вообще всего? Его образа жизни, мыслей, почему такой он или секой, его поступков? Это вот если как-то конкретизировать. Я понимаю его мысли. Ну, условно, когда ты же понимаешь, что когда даже он мне в интервью что-то там говорит матерное, очень откровенно, это же тоже своего рода эпатаж и вот такое желание показать себя такого. Ты это понимаешь, почему он так делает? Да. Почему? Потому что папа любит быть в центре внимания. Это факт, это правда. Это не то, чтобы плохо, просто папа любит внимание, потому что он артист и он пытается энергии людей. Ну, почему именно таким способом? Можно же тысячами других. Он просто такой, какой он есть, он же ничего не придумывает. Я очень горжусь им за это, что он правда такой, какой он есть. И он никого не обманывает. На самом деле, вот то, что я как-то пытаюсь ему сделать замечание в его формулировках, это я немного, наверное, пытаюсь скрыть его настоящего. А какой он настоящий? Он очень искренний, он очень добрый, он очень... Он такой взбалмошный, ну такой, Иван-враг. Он вспыльчивый, как это объяснить, эмоциональный очень, он чувственный такой. А не бывает у тебя такое ощущение, что он больше ребенок, чем ты? Думаю, бывает, часто бывает. Думаю, вообще идеально к друг другу подходим. В какие-то моменты он взрослый, я там что-то, у меня какие-то психи истерики. В какие-то моменты я уже сижу, думаю, господи, что ты творишь, успокойся, тихо, Алексей, расслабьтесь. Я просто наблюдала за вами до съемок, и прям мне очень понравилось, как вы общаетесь. Вы общаетесь очень как будто вы такие друзья, прямо дружбаны, и при этом ты как будто старшая в этой дружбе. То есть есть ощущение, что ты о нем заботишься даже немножко больше, чем он о тебе. То есть как будто ты такая уже знаешь, что нужно нести на себя ответственность за себя, за папу. На самом деле я безответственный человек. Я тоже разбильдя ищу тот. Не знаю. Я, конечно, о нем заботюсь. Я не знаю, кто больше и так далее. Знаешь, я ни в коем случае не сравниваю, но вот есть такие исследования, это я не к тому, что там твой папа не алкоголик, это я просто привожу такой пример, что есть исследование, что дети алкоголиков гораздо раньше взрослеют своих сверстников, более ответственные, более такие прилежные во всем, потому что они понимают, что всем наплевать, во сколько им спать ложится, никто им попу не подбоет, понимаешь? И поэтому они начинают делать все сами и становятся очень взрослыми. Вот в твоем случае, безусловно, другая немножко проблема, да, вот такого, скажем так, экзибиционизма. Но вот ты это в себе не почувствовал, что ты чуть-чуть раньше повзрослела и чуть раньше стала чувствовать, что такое ответственность, потому что просто ты, ну, была в такой ситуации. Я не чуть-чуть раньше повзрослела. Я, к сожалению, на меня очень много чего свалилось, причем, когда я была маленькой. И мне с детства говорили, что мне нужно... Ну, то, что так получилось, то, что ты уже заведомо старше, чем все твои сверстники. И приходится с этим, тебе придется с этим мириться. И я как бы об этом не думала, и наоборот даже, грубо говоря, с собой годилось то, что я там и вправду осознаю в каких-то вещах, ну, какие-то вещи больше, чем мои сверстники. Ну, сейчас мне уже от этого стало грустно. Мне уже, если честно, хочется побыть ребенком. Я вот сейчас понимаю то, что скоро институт там через два года, скоро мне вообще придется коммуналки платить самой, еще что-то. И меня это так все пугает, и на самом деле мне очень не хватило детства. Я бы сейчас с удовольствием там вернулась. Это в семь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!